Добрый день! В эфире новости нашего беспокойного города и с вами с места событий Владимир Гржонко. Данные показывают, что опасения повторения зимних взлётов числа заболеваний COVID-19 не оправдались. Согласно данным, с 1 января число ежедневных случаев заражения вирусом сократилось примерно на 70%. Все основные городские показатели COVID-19 от положительных результатов тестов до смертей и госпитализаций официально снижаются. Об этом сообщил городской департамент здравоохранения. Снижение показателей совпало с решением мэра Эрика Адамса на прошлой неделе отменить мандат на вакцинацию городских работников. Однако он предупредил, что если вернётся вирус, то и мандаты могут вернуться. Теперь, когда мы наблюдаем нормализацию положения с COVID, не исключено, что снова может возникнуть ситуация, когда нам придётся снова вводить мандаты, потому что, к сожалению, эти вирусы не исчезли и такая опасность всё ещё существует, заявил мэр на прошлой неделе. Сенат штата одобрил пакет законопроектов, связанных со школьным обучением. Эти меры включают в себя законопроекты, которые предусматривают создание целевой группы для изучения последствий недостаточного этнического представительства в сфере преподавания, создание программ найма и удержания преподавателей из числа меньшинств и двуязычных преподавателей. Педагоги часто являются одними из первых образцов для подражания, которые у нас есть, и они оказывают влияние, помогая молодым людям формировать их надежды и мечты. Но это может произойти только в том случае, если мы сможем увидеть себя в наших учителях, об этом заявила лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт Казинс. Законодатели хотят, чтобы школьные округа создавали свои программы для привлечения недостаточно представленных членов этнических групп в качестве учителей в школах Нью-Йорка. Будет создана программа учителя завтрашнего дня, которая поможет найти и удержать учителей из недостаточно представленных групп, с тем, чтобы помочь расширить демографический состав учителей в школах штата. Ну, тут просто не могу не прокомментировать. Мне все же кажется, что учителей нужно выбирать не по их этнической принадлежности, а по профессиональным качествам. Ну и, конечно, очень жаль детей, которых будут учить эти учителя, да еще и денег, которые будут выброшены на эту затею. И еще о школах. Вскоре после вступления в должность глава школьного образования Дэвид Бэнкс раскритиковал одну из самых популярных программ чтения в государственных школах Нью-Йорка, которую долгое время поддерживали его предшественники. Учебная программа, созданная Люси Калкинс в педагогическом колледже Колумбийского университета, не сработала, заявил Бэнкс. Бэнкс вместе с мэром Эриком Адамсом пообещали изменить способ обучения детей чтению в начальных школах. Поддерживаемые растущим хором экспертов по грамотности, городские власти утверждают, что подход педагогического колледжа слишком сильно зависит от самостоятельного чтения, без достаточно четких инструкций по взаимосвязи между звуками и буквами, известных как фонетика, в результате чего многие школьники теряются. Объективные данные показывают, насколько запутанной стала учебная программа в самых младших классах. Из почти 600 государственных начальных школ, принявших участие в опросе по учебным программам 2019 года, 48% заявили, что используют программу чтения педагогического колледжа отдельно или в сочетании с другими учебными программами. Это, согласно данным, полученным в результате публичных опросов, которые заняли у городского департамента образования почти три года. На этой неделе коалиция профсоюзных организаций и бизнес-групп запускает цифровую рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь внимание к усилиям по увеличению расходов на местную инфраструктуру в штате на сумму более 1 миллиарда долларов. Реклама будет немного, что называется, не от мира сего. Она сравнивает изрытые оспинами улицы Нью-Йорка с покрытой кратерами поверхностью Луны. Лунный Йорк — это не просто состояние души многих нью-йоркцев. Это то, с чем ежедневно сталкиваются водители, пытаясь увернуться от зияющих выбоин, которые часто выглядят как кратеры, сказал Майкл Элмендорф, генеральный директор и президент Ассоциации генеральных подрядчиков Нью-Йорка. Наши лидеры в Олбане должны инвестировать в будущее нашего штата, а это означает ремонт и замену быстро разрушающихся дорог и мостов, которые превратили наш штат в лунный Йорк. Восстановить Нью-Йорк сейчас — это разумное с финансовой точки зрения решение, потому что оно делает наши дороги более безопасными, обеспечивает рабочие места и экономит деньги жителей Нью-Йорка в долгосрочной перспективе. Конец цитаты. Коалиция хочет дополнительно выделить более миллиарда долларов на финансирование строительства автомагистралей штата. Федеральный отчет за прошлый год показал, что Нью-Йорк занимает 46-е место из 50 штатов по проценту дорожного покрытия, находящегося в хорошем состоянии. Нехватка жилья в Нью-Йорке — многолетняя проблема, и все это время чиновники штата мало что делали для ее решения. Но теперь, когда арендная плата и цены на жилье достигли кризисного уровня, губернатор Кетти Хокул спешит найти выход. Хокул предлагает ввести требования, чтобы города устанавливали и выполняли целевые показатели роста жилищного строительства. Ее предложение включает ослабление ограничений на застройку вокруг железнодорожных и автобусных вокзалов. Хокул предлагает схему, которая позволяет сообществам выбирать из различных политик, таких как установление ограничений на высоту зданий или преобразование бывших торговых центров, с тем, чтобы освободить место для большего количества домов. Этот план вызывает споры. Некоторые политики справа говорят, что он ненадлежащим образом подрывает местную власть, в то время как другие слева отмечают, что он, вероятно, не сразу поможет жителям с самым низким доходом, который больше всего страдает от недоступности жилья. Вопрос о том, сделает ли этот план Нью-Йорк более доступным, по-прежнему остается открытым. Городской контролер Брэд Ландер заявляет, что минимальная заработная плата должна быть увеличена, чтобы рабочие могли бороться с растущей инфляцией. «Минимальная заработная плата в Нью-Йорке достигла 15 долларов в 2019 году, но сегодня это фактически только 13,5 долларов, потому что цены на аренду, продукты питания и энергоносители значительно выросли. Мы должны поднять минимальную заработную плату с тем, чтобы угнаться за инфляцией», – заявил Ландер. В своем последнем экономическом отчете Ландер подробно рассмотрел два предложения по повышению минимальной заработной платы, которые в этом году будут рассмотрены в Волбане. Первое связано с бюджетным предложением губернатора Кетти Хокул, которое ограничивает текущий уровень минимальной заработной платы с инфляцией тремя процентами. В прошлом году инфляция была на уровне 6%, так что если повышение вашей зарплаты ограничено тремя процентами, вы не поспеваете за растущими затратами», – подчеркнул Ландер. «Предлагается сначала повысить минимальную заработную плату, а затем увязать ее с инфляцией с учетом производительности труда. Когда производительность труда растет, давайте позаботимся о том, чтобы часть дохода была разделена с нашими низкооплачиваемыми работниками», – сказал Ландер. «Что касается рабочих мест, Ландер говорит, что хотя количество рабочих мест в Соединенных Штатах увеличивается, наш город в этом отношении пока отстает». На этом все к этому часу. С вами, с места событий, с новостями нашего города, был Владимир Горжонко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...